Сейчас расскажу, что было в прошлом году. В прошлом году поднялись цены на доллар. И сейчас расскажу, кто это сделал. Нет, это сделали не вы, не я, никто. Потому что у нормального человека, у нормальных людей города Магнитогорска, у нормальных людей России, да не было столько денег, чтобы приподнять доллар. Знаете, кто это сделал? Это сделали банки. Хорошенькие банки. До этого они брали денежные средства. Где? Они брали денежные средства Америки. Америка вообще очень классная страна. Выдает денежные средства за дешево. А потом, сворачивая производство, сворачивая производство в отношении России, она не давала эти денежные средства. Но, тем не менее, банки, а им банкам-то надо было деньги возвращать, потому что брали они там за 3-4 процента. Нам вдували по 35, по 36 процентов, да? А тут оказалось, что и потребительский корзин, то у нас пустышка получается, да? А денежки надо было отдавать. Что они сделали? Они, естественно, приподняли цены. И доллар у нас куда вырос? С 32 рублей он вырос почти аж 70 рублей. Представляете, да? Но, тем не менее, тем не менее, правительство у нас продолжает работать. И, в принципе, все в порядке делается. То есть, мы прекрасно понимаем, что есть 25 банков, в которых государство даст финансы. Это будет нормально. Потому что, ну, представляете, в стране было тысяча банков. Тысяча банков! Да откуда они столько берутся-то? То есть, механика процесса была очень простая. Люди собирались, вкладывали небольшие средства и типа организовывали банк. Но банки это не есть банк. Понимаете, да? Ну, я бы сказал так. Это штука под названием швырева для вас, господа. Но, естественно, другой вариант, что люди не хотели бы брать денежные средства в таких банках. Представляете, 36% годовых, практически 50. Ну, как это можно сделать? Гораздо проще деньги брать у вас. Я в свое время хотел также брать денежные средства у вас. Но не получалось. Представляете, ну, молодой человек, там, нужно было, там, 3-4 миллиона. Я бы готов был оплачивать те самые 25%, потому что брал я средства по 36% годовых. Представляете, да? А куда вы дальше денежные средства тащите? Сейчас объясню ситуацию. Вот. Мы почему на фоне кредитного потребительского кооператива, Grand Capital Credit вам все это дело объясняем. Вот. Да, много было кредитных потребительских кооперативов. Вот. Так же, как много было и банков, которые прекратили свое существование. Но вам-то надо понять, что я, естественно, стою денег, как и все нормальные телевизоры. И вы понимаете, кто денежки платит? Я пообщался со всеми кредитными кооперативами, да? Которые вам гарантируют 120% годовых. Ну, я не знаю. Я не знаю. Несите сами. Потом, когда они исчезнут, сами думайте, кому вы деньги отдали. Это ваша проблема. То же самое, что вот эти пирамидки. Думайте сами, ребятки. Я вам говорю, кто грамотно вам платит необходимые средства. То есть, если бы у меня были денежные средства, да, не потраченные кое-куда, я бы, естественно, отдал их сюда. Потому что, ну, можно было бы крутить, но можно было бы просто деньги сюда отдать, чтобы в оконцовке получить 26%, если сюда миллиончик принесли. Или 23, если до. Так что думайте, с кем необходимо работать. Вы знаете, у меня в семье растет телевизор. И телевизор мне говорит, ты не принуждай. А я и говорю, что в отличие от телевизоров промышленного масштаба, призывающих вас к действию. Я только вам демонстрирую свои изыски. Если они такие же, как у вас, то мне хвала. Если нет, то хвала вам. Хотя понять-то надо, это не изыски, это простая констатация фактов, кто вас кидает. Ну так вот, решено было прокинуть МММ. Кстати, я один из немногих местных ТВ, который показывал, как они могут отдыхать. Было это просто. Но с пирамидками решили бороться, хотя, по сути, псевдопирамидки и работают без проблем. Это банки и кредитные кооперативы, а также займы всякие. Короче, ребятки, дело-то ваше, куда вы свои финансы денете и куда денутся ваши средства. Но были бы деньги у меня, я бы их отнес в кредитный потребительский кооператив Гранд Капитал Кредит. Вот та самая контора Древпром, которая говорила, что мы погасим ваш кредит. Ну, это была одна из контор, потом другие появляются. Кто-то рассказывает, что там 120% годовых будет, да? Сколько они работают, я не знаю. Вы работаете гораздо дольше. Таких компаний очень много. У них проценты 120, они работают 2-3-4 месяца. Люди, естественно, бегут к ним. Но в итоге что получается? Все закрывается. И люди потеряли свои денежные средства? Естественно, естественно. По одной простой причине. Во-первых, нету страховки, которая должна быть от государства. У вас есть страховка? Да, она у нас имеется. Еще в основном это филиалы. Они главные офисы у них. Либо Санкт-Петербург, либо Москва, либо еще что-то. У вас офис в Магнитогорске, правильно? В Магнитогорске, да. Вы еще раздвигаете, правильно, и в Челябинске? Еще 9 филиалов по Телябинской области. Это хорошо, это хорошо. А теперь расскажем про сумму, которую вы платите. Сумма, которую вы платите, она гораздо больше, чем банковские кредиты, так? Да. У нас проценты от 23 до 26, это порядок больше, чем в банках. А теперь поговорим о количестве клиентов. За 4 года-то есть же те, которые не испарились, которые продолжают с вами работать. Ну, у нас в основном одни и те же вкладчики, стабильно приходят каждый год, приносят деньги. Помимо того, что они приносят деньги, они рассказывают друзьям, приходят и их друзья, и знакомые, и все довольны, все хорошо, все стабильно. И это хорошо. И это отлично. И вы почему-то беситесь. И я вам объясняю, почитайте интернет и поймите, в какие банки можно отнести деньги за малые проценты. Их немного, всего 25 штук. Хотите поиграть в пирамидки? Несите тем, кто выдает от 120 до 200% в год. Есть у нас такие. Хотите проблемы с банками? Это древопромы всякие и прочая фигня. Хотите получить нормальные проценты в 2 раза больше, чем в банках? И я вам показал место. Тут вам судить. Но я рекомендую кредитный потребительский кооператив «Гранд Капитал Кредит». Когда мне говорят о грамотности, я не есть грамотный человек. Я простой инженер, по сути. То, чем я занимаюсь, это, извините, мне приходится этим делом. Заниматься нет нормальных людей. Но, тем не менее, я вам объясняю, точнее, не объясняю, а показываю, то место, где вы можете себе денежные средства приумножить. Не все такие, как я, естественно, и не все так умеют делать. Но у кого-то появилась часть денежных средств, которые вам необходимо отдать куда-то. Хотите, несите в банки. Банки вам дадут примерно 10%. Хотите, несите сюда. 26%. Не первый год они работают. Если вы сильно-сильно хотите и хотите поиграть в пирамидки, есть такие вещи. Различные другие потребительские кооперативы и различные банки. В начале сюжета я вам про них рассказывал. То бишь, это ваше, конечно, право. Куда ваши денежные средства отдать? Я предлагаю необходимую вам сумму отдать сюда. Потому что люди работают, люди развивают свой бизнес, благодаря вам в том числе, и платят вам нормальные финансовые средства.